Наталья Станиславовна Александра Невского, то, конечно, здесь стоит остановиться на том, что Александр Невский — это святой. То есть это был князь, который был канонизирован буквально через несколько лет после его смерти, то есть через 30 лет после 1263 года. То есть это было связано с тем, что Александр Невский прославился больше не столько своими военными победами тех битв, которые мы знаем, это битва на реке Нева и битва на Чудском озере, а столько тем, что Александр Невский был защитником православной веры. То есть в 1204 году Константинополь не пал, но потерпел поражение под нашествием крестоносцев. Данил Галецкий — это известный галецко-волынский князь, который был непримиримым борцом с Ордой. На определенном этапе он тоже обратился к Западу для того, чтобы попросить помощи у Папа Римского. Стал королем, да. И единственный князь, который, защищая свою землю, не обратился к Западу, а был последовательным защитником православной веры, это был Александр Невский. Поэтому Александр Невский был канонизирован. И, в общем, с этой точки зрения, если мы рассматриваем его, он был полководцем, князем, защищавшим истинно православную веру. Наталья Станиславовна, вот насколько я знаю, очень часто так бывает, что реальная политическая фигура в последующем заслоняется определенными наслоениями. Политическими, культурологическими, мифическими. Вот мифы об Александре Невском и, скажем так, его политические образы, которые сегодня используются, они соответствуют той исторической персоне, которая жила в XIII веке? Ну, я могу сказать, что, безусловно, образ Александра Невского, он очень мифологизирован. И такая конкретная мифологизация началась еще с XVI века при Иване IV, который очень хотел связать киевских князей с московскими князями, показывая это единородным таким началом. И последующая мифологизация, очень приобретшее такое большое развитие, началась при Петре I. Потому что Петр I тоже ставил одну из своих главных задач – это выход в Балтийское море. В общем-то, та же задача, ну, не совсем та задача, но так или иначе реализовывалась Александром Невским. Противники, по крайней мере, те же. Противники были те же, да. И поэтому вот образ Александра Невского стал подаваться как образ защитника Отечества. Не образ князя, который выполнял функции князя в новгородской земле, защищая новгородско-псковские, может быть, земли. А именно образ князя, борющегося за Отечество. А последующим образом, во время Великой Отечественной войны, тоже мы обратились к образу Александра Невского, когда нужно было показать именно патриотизм, доблесть, воинство. То есть тоже был создан образ этого князя русского, да, именно как полководца. Хотя на сегодняшний день этот образ, конечно, подлежит некой критической оценке. А вот по поводу вот этих вот образов и визуализации вот этих образов, мы знаем, что есть два фильма, но они, откровенно говоря, заказные. То есть это был политический заказ, это гениальный фильм Эйзенштейна 1938 года, и последующий, не скажу, что гениальный, но тоже неплохой фильм 2008 года «Александр и Невская битва». Вот насколько вот эти фильмы отражают историческую действительность? Или это опять уход от исконности, скажем так? Да, безусловно, правильно было сказано, что это был определенный политический заказ. Потому что когда был прочитан Академиком Тихомировым сценарий к этому фильму, академик сказал, что это самая большая издевка над историей. То есть вот если мы говорим сейчас о битве на реке Нева и Чудском озере, то тех глобальных значений, которые потом приписывались итогам этих битв, их не существовало. То есть они не настолько важны, да, были? Да. Вот историк Данилевский, он конкретно говорит о том, что вообще насколько уместно было бы причислять или приписывать Невскому сражению слово «битва». Потому что у нас это ассоциируется с каким-то таким массовым выступлением. А здесь ничего подобного не было. То есть шведы высадились на берегах реки Нева, простояли там лагерем в течение недели. То есть они даже не побеспокоились о том, чтобы создать какое-то укрепление своему лагерю. То есть они и не предполагали, что может быть вот такой вот, ну скажем так, выпад с младшей дружины Александра Невского. А когда Александр Невский там появился, он даже не собрал на Рогородское ополчение. То есть он там появился с младшей дружиной, которая, в общем-то, погибла всего в Невской битве не более 20 человек. Мы знаем намного более крупные сражения, например, Сборское сражение, где погибло более 400 псковичан. А здесь 40 погибших и 6 таких ратных подвигов описаны в летописи. И вообще летописи, описывающие вот эти события, они насчитывают там не более нескольких строк о Невском сражении. То есть это, опять же, ссылаясь на историка Данилевского, который достаточно глубоко анализирует исторические источники. Мы можем сказать, что он говорит о том, что сражение, которое произошло там, оно было обычно рядовым сражением или столкновением со шведами. Тем более, что эти столкновения были достаточно частыми. И они больше проходили не как подоявляются в фильмах «Защита Отечества» и «Защита православной веры», что стремление шведов было католичить Русь. То есть это были обычные столкновения шведов с карелами, потому что карелы в своё время захватили город, на месте которого была построена потом столица Швеции, Стокгольм. То есть вот эти столкновения были достаточно частыми в этот период времени. Поэтому деятельность Александра Невского, она не была столь значимой для государства в целом. Насколько я знаю, даже шведские источники, по-моему, не упомянули эту битву в хрониках, то есть её там фактически даже нет. Да. Насколько я читал, насколько я могу судить об этих событиях. Ну и вот полководец шведский Бергер тоже, после этого вопроса был ли он там вообще. Это же будущий король, по-моему, шведский. Да, 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 будущий король. Ну вот единственное, что Ключевский отмечает особенность этой битвы, что вместе со шведами прибыло шесть священников, вернее, два священника, в то время всего их было четыре, которые готовы были, вероятно, окатоличить то население, чтобы окрестить то население в католическую веру, которая проживала на этих землях. Понятно. Ну вот у нас традиционно как-то всегда используется фактор внешней угрозы, он и в советское время существовал, он существует немного в завуалированном виде. И сейчас, вот скажите, пожалуйста, нам сейчас нужен Александр Невский, ну или хотя бы такой политик уровня Александра Невского, который скажет ребятам на Западе, там всё, пока мы разворачиваемся в сторону Китая, и вот мы дружим с китайскими товарищами. Или нужно как-то, ну не знаю, в форме диалога выстраивать наши взаимоотношения с западными странами? Ну мне кажется, в форме диалога, безусловно, необходимо. И отказываться от отношения с Западом бессмысленно, потому что я так думаю, что всё равно, вот не случайно Александр Иванович Герстин когда-то сказал, что мы как двуликиянус, да, наши головы повёрнуты в разные стороны, но сердце у нас бьётся одно. Поэтому без контакта существовать на таком геополитическом пространстве, безусловно, невозможно. Но вот насколько нужен тот образ, который был создан в виде Александра Невского, это, конечно, вопрос. Потому что когда, и чем больше мы, наверное, будем идеализировать историю, может быть, где-то как-то искусственно создавать некоторые образы, может быть, таким образом мы сами себе создаём некоторые противоречия потом для наших потомков. Почему вот сейчас переписываются многие страницы истории? Потому что они изначально были очень некорректно написаны. И на сегодняшний день, когда появилась большая доступность пользоваться источником, появляется в этом необходимость. А для нашего подрастающего поколения, ну и для нашего поколения, это кажется несколько очень глобально непонятно. Вот потому что, опять же, если мы возвращаемся вот к образу Александра Невского, да, то, что мы затронули вот Запад или Восток, ведь то же самое Александра Невского очень часто обвиняют в том, что он коллаборационист, который принял позицию Золотой Орды. Но насколько можно принять это на сегодняшний день, и именно так подавать этот образ, безусловно, нельзя. Потому что вообще понятие Отечества, Россия, вот на тот период времени, Родина, русское самосознание, оно тогда не сформировалось у русского человека. Это было совершенно другое восприятие. Александр Невский, он защищал не Родину, не Россию как таковую. Он защищал Владимира Суздальское княжество. И, в принципе, каждый князь выбирал сам, как ему эту историю выстраивать. Потому что был такой князь Олег Рязанский, да, который, несмотря ни на что, стараясь стабилизировать ситуацию в своём княжестве, он ведь очень последовательно вёл себя, да, несмотря ни на что, не сотрудничая или наоборот, идя на контакт с Ордой, выполняя требования, которые ему предъявлялись, только для того, чтобы княжество не разорялось, народ не погибал. И, в общем-то, ту же самую позицию занял Александр Невский. То есть для него была именно эта позиция на тот момент наиболее приемлема. Тем более, что монголы, ведь спрос вообще о необходимости борьбы с монголы-татарами, он возник только вот при Дмитрии Донском, потому что на Руси на тот период времени воспринималась, любая власть — это власть от Бога. И если монголы эту власть начали осуществлять, да, то значит, это нам за грехи, как говорила русская православная церковь. Поэтому русские люди на тот период времени были вообще не готовы и не думали даже о необходимости борьбы с монголы-татарами. То есть вот такие вот, оказывается, стереотипы нам навязаны нашей школьной системой образования, к сожалению. Наталья Станиславовна, большое вам спасибо, что вы очень интересно нам поведали о перепятиях и мифах нашего исторического сознания. Дорогие друзья, мы благодарим нашу гостю за то, что она нашла время и заглянула к нам. Большое спасибо. Всегда очень интересно пообщаться с вами. Я думаю, наши телезрители тоже получили истинное удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова